Всем привет, с вами Кардес, и сегодня мы поговорим о том, как вообще говоря поиграть в Diablo 4 с учетной записи Российской Федерации или Республики Беларусь. Вопросов было очень много, многие почему-то уверены, что это сделать было вообще в принципе невозможно, но тем не менее я весь бета-тест играл с учетной записи именно российской. Но у меня есть вторая запись казахстанская, которую я сделал на всякий случай. Или казахская, как правильно. Сейчас для того, чтобы поучаствовать в ближайшей бете, которая стартует вот в ближайшую пятницу, вам покупать игру не нужно, она будет открыта для всех. Соответственно, то количество манипуляций, которое вам придется сделать, оно сильно уменьшается, и париться вам придется гораздо меньше. Итак, что нужно сделать? Давайте по шагам. Если у вас еще нет учетной записи в другой страны, то я рекомендую завести учетную запись с Турции или Казахстана. Но это с учетом того, что вдруг вы на перспективе решите покупать игру на эти аккаунты. Но для начала они нам потребуются просто для того, чтобы скачать игру на ближайшую бету. Что нужно будет сделать? Вы заходите просто на сайт батлнета, и дальше заходите в раздел регистрация. Здесь вы выбираете абсолютно любую страну, какая вам вообще нравится. Святой Престол, Ватикана можете выбрать, собственно говоря, и зарегистрироваться. Никто ничего проверять не будет, никакие VPN вам не нужны, никакие паспорта не потребуются. Заводите и забиваете хрен, собственно говоря, на эту историю. Но, в принципе, как я сказал ранее, лучше завести Турцию или Казахстан. Я завел два аккаунта, у меня есть и казахский аккаунт, и турецкий аккаунт. Но, в целом, в принципе, достаточно будет и одного. После регистрации своего аккаунта вы просто подключаетесь к батлнету, как обычно, вводя логин и пароль. Никаких вопросов здесь нет. И Диабло будет у вас вот здесь, собственно говоря, в возможности выбрать ее в лаунчере, в избранном и так далее. И вы спокойно ее ставите, выбирая вот здесь версию бета. При загрузке ближайшая бета начнется 22 марта в 19.00 МСК. И будет доступна абсолютно всем желающим, нет никакой вообще необходимости покупать сейчас игру. Итак, мы ставим игру вот с иностранного аккаунта какого-либо. После этого у вас игра все равно, естественно, в вашем RF аккаунте не появится. Вот мой RF аккаунт. Здесь нет игры Диабло 4. Никаким боком я здесь найти ее не могу. Хотя игра у меня в том числе даже и куплена. То есть, если я зайду, например, в приложение батлнет и зайду в раздел предзаказ, то вот видите, она отображается, что она у меня, собственно, находится уже в библиотеке. Это игра и батлнет об этом знает. Но поиграть он в нее не дает, просто потому что ее нет в лаунчере. Но на самом деле нам с вами это, в принципе, не потребуется. Нам по барабану есть она в лаунчере или нет. Самое главное, чтобы она у вас поставилась с казахского аккаунта или с какого там вы поставите. И когда вы установите игру, у вас появится ярлык Диабло 4 бета. Переходим к месторасположению этого файла и видим, что здесь есть различные всякие другие файлы. Что нам нужно сделать, так это отправить этот ярлык на рабочий стол для того, чтобы у нас с вами появился ярлык на рабочем столе. Именно к экзешнику. Не к лаунчеру, а к экзешнику, вот к этому файлу. И когда у вас появится вот такой вот ярлычок на рабочем столе, вы нажимаете свойства. И вот в этом получившемся окошке, в строчку объект, да, вводим Дифис Лаунч. Это позволит вам запустить игру, минуя Лаунчер Близзард, батлнетовский. Соответственно, что мы делаем? Мы на текущий момент берем и запускаем игру с этого ярлыка. Сейчас увидите, как все это будет выглядеть. Раньше можно было еще ввести строчку Дифис ССО, и тогда не приходилось вводить каждый раз логин и пароль. Но что-то случилось, и сейчас эта команда не работает, так что только лаунч вводите. Я на стримах говорил немножко по другую команду, но сейчас только с этой работает. Собственно, ввожу свои данные от своей учетной записи из РФ. Дальше она требует подтвердить через аутентификатор, поскольку у меня включена двухфазная аутентификация, как она называется, двухшаговая аутентификация. И после небольшой очереди у нас игра загрузилась. Ну и, собственно, вот мои персонажи, которые находятся у меня здесь на моем РФ-аккаунте. Все, как видите, все просто, никаких сложностей здесь нет, ничего криминального мы-то тоже не делаем. Доступ к игре абсолютно спокойно возможен. Понятно, что для того, чтобы получить доступ именно к той бете, в которой я играю сейчас, нужно было купить игру. Как же это сделать с РФ-аккаунта? Вам потребуется для этого человек, который может вам эту игру на аккаунт прислать подарком. Это значит, что другой человек, какой-то другой, возможно, ваш знакомый, возможно, какой-то продавец, не знаю, возможно, кто-то еще, покупает игру на своем европейском аккаунте, нажимает кнопочку подарить и отправляет эту игру вам на ваш батлтек. Пишет какое-то сообщение, оплачивает и, собственно говоря, все будет замечательно. После этого игра у вас появится на аккаунте, точно так же, как у меня, то есть будет числиться в библиотеке, вот таким вот образом, но никаким боком вы ее запустить в любом случае с лаунчера не сможете, только через эти вот костыли, которые я до этого вам показал. Ну, а если вам некому обратиться, чтобы получить помощь с покупкой игры Diablo 4 на свой аккаунт, можете написать мне в Дискорде, я помогу вам провести эту операцию. Но сразу говорю, что ответственности за запуск игры в дальнейшем на релизе я нести не буду, так что имейте в виду. Все вы это делаете на свой страх и риск. Описанные ранее манипуляции работают сейчас на закрытой бете, вероятнее всего будут работать на открытой бете, которая сейчас произойдет, но будет ли все это работать на релизе, я хрен его знает. Поэтому думайте своей головой и принимайте решения самостоятельно. Ну, а в конце ролика, как всегда, хотелось бы поблагодарить тех, кто поддерживает канал материально через кнопки донатов или через кнопки спонсорства. И отдельную благодарность я выражаю водяному коту, товарищу Закарон и Дэнни. Большое вам спасибо за поддержку, ребят.